Привести город в порядок после зимы к 1 мая. Такую задачу поставила глава Самары перед муниципальными предприятиями и департаментами. Всего за месяц предстоит навести порядок на площади более 46 миллионов квадратных метров. Это и дороги, и дворы, и общественные пространства. Специалисты муниципальных предприятий доложили о численном количестве сотрудников и техники. Главы районов рассказали о заключении санитарных соглашений с организациями, о распределении незакрепленных территорий и адресах, где жителям, которые хотят принять участие в субботниках, будут раздавать инвентарь и расходные материалы. Разобрали то, с чем мы подходим к этому месячнику по благоустройству, с какими контрактами, с какими силами, средствами. Поставили задачи, на что в первую очередь обращать внимание. Конечно, у нас весь месячник по благоустройству распределен по видам работы. Но и про текущую сезонную работу забывать тоже не нужно, отметила глава Самары. На заседании штаба присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций. В холодную и снежную погоду участки, на которых произошли аварии, заделывают временным способом. Ресурсники выразили готовность привести в порядок все адреса, как только погода позволит это сделать. У каждого есть понимание количества вскрытий, которые заделаны по временной схеме на территории города. Есть графики, когда, в какие сроки, какие адреса они заделывают по уже постоянной схеме. Они доложили о том, что заключены контракты с подрядными организациями на выполнение этих работ. Заседания городского оперативного штаба станут проходить еженедельно. Будут подводить предварительные итоги, что сделано, в каких объемах, над чем еще предстоит работать. А также обсуждать дальнейшие меры по наведению чистоты в городе после зимы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Двенадцать тысяч.